Настоящая зима пришла в Россию. Сибирь засыпала снегом, а на Дальнем Востоке морозы до минус 50 градусов и метели. Тем временем Италия борется с наводнениями. Под водой вновь оказалась Венеция. Все потому, что синоптики дали неверный прогноз. Все подробности в следующем материале. В Новосибирской и Кемеровской областях за сутки выпала половина месячной нормы осадков. По данным местных СМИ, для местных жителей это стало неожиданностью. На дорогах образовались большие пробки, выросло количество ДТП. На прочность испытывает погода и Дальний Восток. Там столбики термометров опустились до минус 50 градусов. Выпала полуторамесячная норма снега. В Магаданской области образовались сугробы выше метра. Местным жителям пришлось буквально откапывать свои автомобили. Спасатели предупреждают о возможном сходе лавин. Вот видите, я сначала топором рубаю, а потом лопаты чищу. Люди, что ходят, а снег-то мягкий. Взято на учет пять участков лавиноопасных. Проводятся работы по ихнему мониторингу. Силы и средства территориальной подсистемы к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций готовых. Итальянская Венеция снова под водой. В этот раз из-за ошибки в прогнозах. Синоптики обещали, что прилив будет в пределах нормы, но на деле оказалось иначе. Когда ошибка стала очевидной, запускать защитную систему шлюзов было поздно. В воде и площадь Сан-Марко подтоплены нижние, самые древние части знаменитого собора. В области Эмилия-Романия прошли сильнейшие за 30 лет ливни. Местные реки вышли из берегов и затопили дома. Спасатели эвакуировали около тысячи жителей. Вода затопила первые этажи домов и гаражи. Но мы счастливы, что улицы, которые ранее превратились в реки, теперь в нормальном состоянии. Спасатели среагировали быстро и хорошо, но мы не поймём, почему нас заранее не предупредили о наводнении. Тогда мы смогли бы заранее покинуть дома. На французском острове Реюньон извергается вулкан Питон-де-Ла-Фурнес. Понаблюдать за красочным излиянием лавы и выбросом пепла в горы отправились десятки жителей острова в Индийском океане. Добавлю, Исполин находится вне населённой части. Питон-де-Ла-Фурнес просыпается каждые 16 месяцев, что делает его одним из самых активных вулканов на планете.